С героями этого выпуска программы журналист Андрей Калачинский говорил не о политике. Житель Владивостока Александр Эпов обратился в редакцию Радио Лемма, чтобы в прямом эфире рассказать о том, как религиозный экстремизм стал причиной развода в его семье. Сегодня мужчина борется за право воспитывать сына, чтобы трехлетний мальчик из-за вероисповедания матери не оказался под влиянием запрещенной в России организации свидетелей Иеговы. Начиная запрет переливания крови, скорейшее ожидание Армагеддона, конца света и так далее. Естественно, когда уже супруга родила, через несколько месяцев, через три месяца я начал разговаривать с ней. Ну и получил полное подтверждение, что когда я говорил, дашь ли ты разрешение на переливание крови для ребенка в случае необходимости, она мне сказала нет. Причем это было очень конкретно и жестко. О серьезной проблеме в своей семье Александр рассказал по скайпу. Сейчас вместе с сыном он живет в Китае. По решению суда пока что мальчик должен находиться с отцом. Есть все официальные документы, что ребенок со мной, плюс она, супруга видит ребенка, мы связываемся по видеосвязи, я не нарушаю ее прав на общение, не препятствую общению с ребенком, поэтому с точки зрения закона никаких прав я не нарушаю. Смириться с заявлением супруги о желании растить ребенка в соответствии со своими религиозными взглядами Александр не смог. Человек со взглядами, который ему навязала очень страшные и нестандартные взгляды, которые навязала секта и каким-то образом заставила полностью в это поверить. Допустим. Плюс еще человек реально считал и говорил о том, что скоро будет конец света, мы тут все воскреснем, все остальные умрут, и это будет очень скоро. Попытки вернуть жену в реальность оказались безуспешными. Последней каплей стал визит стражей порядка. В 2017 году в квартире семьи Эповых обнаружили экстремистскую литературу. Речь идет о литературе свидетелей Еговы, признанной в России незаконной. Александр подал на развод. Каждый из родителей хочет оставить ребенка себе. Судебное разбирательство закончилось в феврале этого года. Суд встал на сторону Александра и постановил, ребенок должен проживать с отцом. Адвокат бывшей супруги подала апелляцию. Рассматривать ее начали в июне. Итоги всех поразили. Апелляционная инстанция, суд, там не один судья рассматривает, рассматривает комиссия. И у нас... Коллеги, я бы сказал. Да, наше дело, да, рассматривает коллеги. И докладчиком этой коллеги является такая судья, как Бичукова Илона Борисовна. С самого начала Илона Борисовна начала очень привзято относиться к стороне, к моей стороне. И фактически вытягивать за уши сторону супруги. Причем очень грубым образом. По словам Александра, на втором заседании одна из судей назначила повторную психологическую экспертизу с новыми вопросами, которые предложила адвокат жены. Это является серьезным процессуальным нарушением и нарушением гражданско-правового кодекса. Повторная экспертиза может рассматривать только вопросы, затронутые в первоначальном исследовании. Что такое судья, допустим, председатель судебного заседания, да? Или, допустим, судья-докладчик. Каждый судья может задавать вопросы. А каждый судья может акцентировать внимание других судей, да, и подать информацию таким образом, чтобы сложилось определенное впечатление. Ты можешь увидеть это. Ну, наверное, да, конечно. Поэтому я еще раз вернусь к тому, что я обратил внимание Александра, что действительно, ну, как бы суд складывается все-таки, благоволит одной из сторон, да, не нам. Пауза в апелляционном заседании продлится до завершения экспертизы. Есть несколько вариантов исхода событий. Приговор первой инстанции могут отменить, и дело вернут на повторное рассмотрение, либо ребенка отдадут матери. Восьмой канал продолжит следить за развитием событий. Анна Бережная, Алексей Заровный, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.